В стране продолжается досрочное голосование. Бобручане активно выражают гражданскую позицию. На 45-м участке для голосования жители активны уже с утра. Свой выбор делают пенсионеры, молодежь, люди среднего возраста. Для избирателей созданы все условия, чтобы участие в политической кампании было быстрым, комфортным и безопасным. Мы не ожидали, что будет такое количество людей. У нас уже около 20% проголосовавших. Среди тех, кто решил отдать свой голос заранее, ибо бручане, чьи имена известны далеко за пределами страны. Руслан Олехнов признается, проголосовать решил сразу, как появилось свободное место в плотном графике. Важность выбора и ответственность за будущее родной страны – главные движущие силы, резюмирует белорусский певец. Это обязанность каждого человека, обязанность гражданина. Потому что сегодня, как никогда, мы должны голосовать именно я за сильную, процветающую, суверенную Беларусь, за стабильность в этой стране. Потому что мы должны ее приумножить. Это самое главное. Явка избирателей за первые два дня досрочного голосования составила 14,5% по Могилевской области, по стране 13%. Такие данные приводит ЦИК. Потому что мы свое будущее выбираем, поэтому важно. Ну, наверное, в политической жизни страны надо участвовать, а как же. Отдать голос заранее можно до 7 вечера. Перерыв с 2 до 4. Досрочное голосование продлится до 8 числа. В основной день выборов, 9 августа, можно будет проголосовать за кандидатов в президенты с 8 утра до 8 вечера. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.